Всем привет! Всем привет! Привет-привет! И добро пожаловать на мой канал! У нас с Галей сегодня утро раннее. Да. Ну вы знаете, с чего оно началось? Что было еще раннее, что называется? Просыпаюсь я от того, что бегает Галя по квартире и голосит. Я проспала, я проспала. Я говорю, Галя, проспала, вроде бы нам никуда не надо идти, ничего не надо делать, ну, ни о чем вчера не договаривались, что мы что-то там... А оказывается, Галя собралась сделать пиццу и спечь. Ну да, на завтрак. Поэтому... Нет, нормально? На завтрак, вы слышите ее, да? На завтрак пицца, Галя! А как же? Вот, поэтому у нас... Ну, нас все переживает, что я тут худенькая поеду. Вот, поэтому у нас на завтрак пицца. Не будет ли дополнительных вообще каких-нибудь блюд, кроме пиццы? Ну, там, тарелка морща, там, что-то еще. Ну, это же завтрак. Это же завтрак. В общем, у нас сегодня пицца. Галя делает особенное тесто. Я так не делала. Ну, не особенное. Короче, тесто будет на кефире. А все остальное, как обычно. Да? В общем, пойдемте с нами, будем готовить и... Завтракать. Завтракать. Мы будем завтракать пиццей. Пойдемте. Смотрите, какая красота за окном. Вот сейчас уже солнышко выглянуло, а утром рано был прям туман-туман. Да, Галь? Даже здания этих не видно было. Вот этих вот домов, которые вот напротив, их не было видно. А сейчас солнце выше поднялось, пригрело, и вроде как уже дома видны. Но все равно вон там туман сильный. А вчера вечером вообще ничего не видно было. Вот прям совсем. Вот. А сегодня у нас, посмотрите, вон на зеленой траве уже белые заморозки. Изморозь, да? И вот на крыше школы. Скоро пруд замерзнет. Галь, а что там утки-то? Улетели, нет? Улетели. Он, Серега, шел с работы, сказал, что я их ведь не видел. Все, нету, да? Ну все, они полетели в теплые края, отдохнули тут у нас, поели хлеба. И полетели в теплые края. Ну что, пойдем пиццу делать? Пошли. Итак, начнем приготовление нашей пиццы с того, что сделаем тесто. Тесто у нас будет дрожжевое, да? Да. На сухих дрожжах. Ну, начинай. Ну, начинаем. Так, берем стакан кефира. Просто из холодильника достала? Ну, я немножко его подогрела, чтобы он теплый был. Там мне это нужно, чтобы тепло было. Дрожжи-то в холоде. Стаканчик у тебя 200 грамм, да? Да. Так. Берем полстакана масла. 100 миллилитров. А я вот тесто на кефире никогда не делала. Ты знаешь, я приучилась, ну как, не приучилась, я пробовала много теста на пиццу, но мне, знаешь, как-то больше понравилось вот это. И это соль. Добавляем, ну где-то пол чайной ложки. Я много соли не добавляю туда. А много сахара ты добавляешь? Нет, немного сахара. Ну, здесь столовую ложку. Одну? Ну, я где-то вот так вот беру. Добавляю это все. И все это размешиваем. Столовая там примерно ложка, да? Ну, да, две чайные ложки, значит, если сверху, то должно быть уже полностью. И это все размешиваем. Добавляем дрожжи. А ты дрожжи прям вот в жидкость добавляешь? Не в муку? Нет. А это такие, которые так добавляют? Есть просто, они разные уже, да? Ну, я не знаю, как это. Я вот эти вот добавляю в жидкость. Давай еще раз покажем, как эти добавила. Много теста я пробовала на вот эти пиццы. Но больше всего понравилось моим вот это тесто. Не знаю почему. Даже вот ребята, которые приходили к Ване, им тоже это тесто очень понравилось. Ваня, это твой внук. У него был день рождения, он сюда приводил своих друзей, гостей, и ты им готовила пиццу. Вот это вот, а это основа, вот это все готово. Нужно добавить три стакана муки. Угу. Просеянут, да? Да, ну, тут это дрожжи. Мука, она хоть и просеянная, но она лежит и стоит у меня. Да, ее надо это немножко воздухом обогатить кислородом. Тут что, два стакана сейчас ушло, да? Два стакана. И третий стакан. Замешиваем. Галь, а тесто получается жидкое или... Нет, оно густое получается, тесто. Плотное, да? Плотное, да. Ну, вот это все, ты его потом будешь еще вымешивать? Да, это буду я вымешивать, сейчас я вымешу. Ну, оно быстро вымешивается, потому что здесь масло добавлено. Оно быстро вымешивается. И уже это, ну, как, раскатываю я на листы. Да, покажешь нам. Ну, покажу. Покажу. Посмотрим. И оно, это, то, что здесь масло, оно не прилипает так. Ты так в миске будешь вымешивать или на стол? Можно на стол. Ну, я иногда на миске в это до конца довожу, иногда на столе. А ну, это скоро сейчас вот станет совсем хорошее. Все-таки на столе удобнее, да, вымешивать, чем в миске? Удобнее, потому что не одной рукой, а двумя руками. Удобнее и быстрее. Ну, оно уже тесто не прилипает уже совсем. Оно совсем не прилипает оно. Я говорю, я пробовал очень много теста, и дрожжевое, и не дрожжевое. А с живыми дрожжами-то делаешь? С живыми дрожжами я мало когда что делаю. У меня то они застревают, то еще что-нибудь. Вот. Все, готово, да? Да. Вот оно уже готово. Все, вымесили, да? Да. Обратно в мисочку и... Накрыли. Накроем крышечкой. А я вот и стрейчем затягиваю. Ну, без разницы, да, или полотенцем накрыть. Ну, можно любым, значит, я обычно крышкой взять. Просто крышкой, да. И сколько оно так должно стоять? Ну, 20-30 минут. 20-30 минут. Все, ждем. Галь, тесто поставили, а теперь, что, начинку надо делать? Да, сделаем начинку. А из чего будет начинка? Что-то туда... Начинка? Ну, обычно я кладу колбасу, знаешь, двух сортов. Двух сортов? Ну, да. Так. Я, знаешь, это режу ее, не то что кружочками, а режу чего? Мы сейчас посмотрим, как ты нарежешь. И вареную, и полукопченую. Так, и все что? И помидорки можно положить. И сверху с сыром. И все. А лук ты не кладешь? Нет, лук я не кладу. А почему? Мои не хотят. А, да, а мне вот нравится с луком. С каким-нибудь... Ну, мои тоже, правда, с луком не едят. Ну, и, кстати, а дети у меня еще и с помидоркой не едят. Им вот сыр и колбаса, и все это достаточно. У меня ее, это, внук Ваня тоже сначала помидоры, он вытаскивал, как эти, чтобы помидора не было. А сейчас и помидоры ест, и все. Ну, на взрослее. А мне нравится, когда вот там много какой-то зелени, чего-то такого. Ну, ладно, давай, будем нарезать. Мы сейчас будем нарезать, это все и будем делать. Ну, кто-то это оливки кладет, это оливки мои тоже не едят. Кто-то, значит, грибы. Грибы, грибы маринованные сверху там помидоры. А мясо сырые, не? Обжаренные, не? Ну, обжаренные, сырые, знаешь, мои тоже как-то, знаешь... Из грибов. Да. Они... Колбаса и все. Сыр. Ладно, давай уже готовить начинку. Давай. Так, тесто у нас подошло. Галь, что ты сделала? Разделила на три части. То есть у нас будет три пиццы? Три пиццы. По количеству едоков? Да. То есть ты, я и Сережа? Да. Вот, Сережа сын младший, Галина. То есть спрашивай, кто такой Сережа. Так, и чего? А теперь раскатывай. А ты круглый будешь делать, да, пиццы? Ну, да. Тоненько раскатываешь? Ну, не совсем тонко. Пока тесто подходило, Галя. Натерла сыр. Порезала колбасу, как и обещала, двух видов. Даже там получилось трех. Трех видов получилось? Ну, я даже не знаю. Ну, там кусочек остатки какие-то, да. Ну, пиццу, а как обычно? Все остатки? Как обычно. Как обычно бежишь в магазин и покупаешь, потому что остатков не бывает никогда. Ну, вот у тебя не бывает, а у меня бывает. И помидорки, да, порезала. Это наша начиночка. Вот, а теперь продолжаем наблюдать, как Галя... А, что ты сделала? Переложу на это, на тефлоновую. У меня здесь вот тефлоновая и силиконовая. И все, и да. А, ты все хочешь раскатать? Ну, да. А они вот, ты раскатала, они у тебя там еще стоят, подходят, да? Ну, да, они еще подойдут. Вот на даче, когда делаешь, у меня там мини-печь. Не духовка, а мини-печь. Я, наверное, что это ставлю еще на эту мини-печь противень. Ну, очередной, короче говоря. А сверху, да? Сверху. Он еще подходит. Ой-ой-ой, куда ты, Галя? Куда ты? Смотрите, смотрите, у нее какой оригинальный способ. Упс. Понятно? И все. И она там, где надо. Ну, а дальше все, как обычно, да? Да, как обычно, все. Ничего нового ты нам не расскажешь. Нет. Кроме теста, все остальное мы уже знаем. Сыр, колбаса, кетчуп. И все, что, как ты говоришь, остатки какие остались? Я не знаю, у меня остатков не бывает. А если бывают, ну, там, ну, такие остатки, что вообще на пиццу не хватает. Вот, кстати, ты знаешь, меня вот всегда удивляло, да? Когда там позиционируют пиццу. Это вот все, что есть в доме, значит, собрали. И вот, значит, остатки, да? И вот вам пицца готова. Вот это вот еда бедняков. Ну, извините, чтобы она была вкусная, туда надо 40 побольше, да? Купить, ну, купить, не купить. Колбаса, она тоже денег стоит. Ну, то есть, вот, совсем не бюджетное это блюдо, ну, такое прям, да? Ну, конечно, это все деньги выливается. Ну, ты знаешь, вот, когда это изо дня в день, вот, ей это едят колбасу, вот остался вот маленький кусочек. Я иной раз возьму и заброшу его в эту морозилку. Забросила в морозилку. А, да? Да. А потом набирается, и потом... Даже иной раз это вот купила одну колбасу. Они там еще не закончилось, они взяли и открыли другую колбасу. Ну, бывает и такое. Кто это они? Ой, ребятки. Кто эти люди? Они. Внуки твои? Сыновья. А, эти тоже могут? Могут, они все что угодно могут. Так, что ты там делаешь? А, вот разбрасываю. Я не делаю кружочками. Ты художественно беспорядки? Да, художественно беспорядки. Так, на колбаску помидорки. И сыр. И сыр. А духовка, я уже чувствую, рядом стою, она уже у тебя там нагревается, да? Да, она уже нагрелась. Да? Наверное, не очень достаточно. Мне не жарко еще от нее. Галя, а что за сыр? Обычный сыр, да? Да, обычный сыр. Раз мы... Молодой какой-то, наверное. Наверное. Раз мы, значит, с Иришкой купили сыр тоже. Ну, на пить, там, на это, на это. Подешевле, короче. Да. А что-то где-то не посмотрели нормально-то. Она у нас... Как это? Даже не растаяла. Вот, знаете, вот как... Пластмассовая. Пластмассовая как стала. Ну, у нас Машка вышла из положения. Взяла, ну... Нарезала пластины хорошего сыра. Сверху положила и микроволновку по это поставила. Угу. Так, пицца у нас уже в духовке. Галь, сколько примерно она по времени там будет стоять? Минут 10-15. Самое большое. Что, Галя, одна уже готова? Одна уже готова. Видишь, похороняется. Ох, красота какая. Ой, 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 я не успеваю за тобой. Упс. Поменяли местами. Ага. Ой, ну давай эту разглядел. Слушай, ну тебе хорошо духовка печет. Сколько? Ну, 15 минут прошло, наверное, да? Ну, я говорю. А она точно, тесто пропеклось, да? Смотри. Увидела. Увидела. Сейчас я тебе покажу. Вот из-за чего я люблю вот эти вот тефлоновые, силиконовые. Потому что никакой усилия нет. Ну да, ничего не прилипает, ничего, да? Вот оно, видишь? Ага. Ну что, все, давай есть или будем ждать остальные? Будем есть. Ну что, завтрак наш готов. Спасибо, Галя, накормила меня пиццей. Вернее, еще не накормила, сейчас буду есть. Давай мы ее покажем. Вот. Отличная пицца. Вот у меня тут на тарелочке тоже все красиво. И кофе. Галя, ты тоже кофе? Да, но я пью только черный кофе. А я пью кофе только с молоком. А я только черный. Ну что, будем завтракать? Да, давай, это уже очень хочется такую вкуснятинку поесть. Начинаем. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.